ну что ребята наступила 1 сентября ну это видео выйдет наверное ну позже в общем я решил тут подглядеть что у них сейчас происходит что за линейка вот а здесь только 1 класс и 11 видите народу мало никого нету так что ребята в этом году ну ладно хоть детям первоклассником оставили линейки потому что говорили что вообще линеек не будет ну вот я так немножко подглядел просто этот рядышком был так что вот все мероприятие ребят закончилось всех с началом учебного года всех у кого учатся детки терпения спокойствия и хороших оценок вы знаете ребята вот смотрю сейчас на идущих детей там с гладиолосами с разными цветами и вспоминаю себя казалось бы только недавно я пошел первый класс с таким нежеланием я хотел идти в этот первый класс вообще мне не хотелось идти в школу и время так быстро пролетело что уже вот племяшка пошла в одиннадцатый класс последний у нее последняя линейка следующем году уже выпускной и казалось бы тоже что только недавно мы отправляли ее первый класс а вот как видите время быстро пролетело уже 2020 год вот в следующем году у нас племяшка пойдет в школу но он пойдет школу туда в свою здесь тоже в нашем районе только там поближе к дому так что ребята время летит просто незаметно вот чувствуется уже такая знаете осенняя погода вот прямо чувствуется вот эта сырость слякоть утром реально ощущается что осень осень под ногами уже желтые листья так не хочется отпускать ребята лето хочется еще чтобы было тепло но к сожалению от нас ничего не зависит и время неумолимо бежит вперед так что ребята вот такие вот дела всех еще раз с началом учебного года ну что репзики я отправляюсь полицейский участок сегодня у нас вторник из шести часов принимать наш участковый я ее никогда не видел поэтому сейчас я познакомлюсь и узнаю что там по поводу моего дела мне по секрету сказали что как только я говорю начинаю что-то снимать сразу громко играет музыка в общем мне по секрету сказали что к данному товарищу приходил участковый или участковая я не знаю кто с ним был но он якобы сказал что они просто поговорили мне просто поговорили не устраивает ребята мне надо чтоб человек понес наказание которое должно быть она не пропустит девушка девушку не учили что надо пешеходов пропускать вот в общем короче говоря сейчас пойдем и узнаем что нам скажет участковая решил машинку завести в общем не попал я к участковому я встретил управляющую с этого дома она мне сказала что участковому надо звонить то есть у участкового есть режим приема по каким дням принимать два раза в неделю но им свои режимы она может сюда не приезжать потому что ну нет смысла ей тут сидеть поэтому надо брать ее номер телефона и звонить следующий раз это будет четверг а вот и соответственно позвоните узнать что вообще там происходит если какая-то движуха так что ребята вот такие вот дела сегодня ничего не получилось погода непонятная вообще абсолютно вот вроде бы и солнышко и с другой стороны и холодно так что вот ладно сейчас машинку погрею поработать немножко аккумулятор будем ждать четверга но заранее конечно надо позвонить но благо что здесь два дома далеко идти не надо поэтому ничего страшного вот и кстати еще сегодня нам почтовый ящик положили опять квитанции за наш домофон у нас такая история что договор с этим дом с этой домофонной службы заключила одна жительница вашего дома именно нашей парадной но что у нас только в одной нашей парадной сезам сп и у нас одна жительница заключила за всех договор и теперь они пытаются на ценную сумму все равно содрать там хоть 200 рублей но и я говорю ребята я с вами лично договор не заключал вот кто с вами договор заключал вот идите и с ними разбирайтесь и выставляете счет игр мне никаких счетов выставлять не надо так что ребята вот такие вот дела ладно найдем телефон позвоним а там будет видно а это только вот такой да кирпич надо только белый чтобы а вот еще и вот такой я хотел о чем красиво под пол как раз было бы не ну потом слишком темно что-то белое было мне кажется нам панели ширма поддон 5 и 3 вот это все будет 10 тысяч но это просто как это не кабинка это знаешь как это стекло это вот мы когда в крыму были там у нас такая же стояла просто закрыть просто мытье нет надо что-нибудь это чем душевая дверь а это а вот как это ширма но это то есть отдельно покупается поддон устанавливается и уже отдельно ты делаешь то что ты хочешь сможет такую такую без разницы по размеру то есть по сути нужен только если не кабинку ставить им нужен только просто вот такой поддон ну хоть такую вообще поставить какая разница например есть уж так надо вот или целиком вот такой большой поддон нам надо маленький нам чем принципе помылся все и вышел оттуда но это большая здоровая не черная кстати красивая она большая так он еще какие-то кабины это какие она это уже такие прям здоровыми а кабины будет вот так вот принципе не знаю чем отличается а вот видишь как бы все вместе зашел тут душ сам прям сверху снизу пришла я кабина профильный материал франция а вон маленький есть вот это кабина 14000 у юкорный бабы а чё ну вот зашел помылся и все только единственно я не знаю по вот ширине а мы вальник будет с рядом как и был в этом под тумбочкой ну вы естественно нового он как раз угловая только сколько у него размеры почему 85 на 85 надо будет смирить почему мне кажется что установку ну не знает на спросить это вот вот типа таких можно ванну сделать только они да ну это только типа это водонепроницаемые а то на целиком панель это наверно с той стороны где-то тут наверное а ну вон они какие хочешь в разные начиная вот вот я имею ввиду что-нибудь вот такого вот этот красиво кстати будет смотреться под наш пол сколько у них ширина 2202 а 225 на 22 25 надо топор топор колумб вот такой есть это что за марка премиум какой-то нет но я не знаю что такое премиум топор стоит столько же сколько этот колонн 200 рублей разница вот мне кажется что надо вот такой но это какой я не знаю что такое надо посмотреть а еще есть все до что выбрать небольшой сейчас ребята у меня позади там эльдорадо и nvidia посмотреть телефон потому что я вот этот телефон хочу продать у меня нашелся на него покупателя купить что-то другое и вот я присмотрел себе samsung а 30 но я не стал уже там ничего снимать вот и вы знаете хорошо вот советую если хотите что-то купить не глядя лучше зайдите посмотрите я подержал вот это samsung в руках и мне он абсолютно не понравился поэтому я сейчас даже не знаю продав этот телефон что покупать потому что пока я себе ничего не присмотрел надо что-то будет решить так что вот потом приду домой буду думать так ну что ребята пришли мы уже домой ничего не купили кроме продуктов в общем по поводу колунов все понятно какой брать наверно будем этот фискар собрать я просто хотел в официальном каком-то магазине ну в принципе по цене одинаково и поэтому наверно завтра послезавтра поеду и заберу а вот с телефоном ребята очень все сложно объясню почему буквально вчера меня ошарашило объявление на авито ну я выставил свой телефон я выставил его за определенную сумму но потом тысячи рублей скинул но его никто не брал и она у меня так и висит думаю ну и пускай висит может быть когда-нибудь там кто-нибудь его и купит вот буквально вчера значит мне пишет человек что готов купить вот прям по прям сейчас я живу вот соседнем от вас доме захожу в его профиль и понимать что по фотографии я видел этого мужчину и что он действительно где-то у нас тут рядышком и живет вот но он попросил скинуть еще тысячу рублей по сути я был готов продать ему этот телефон но у меня стоял вопрос а что купить слишком дорогой телефон я купить не могу мне нет сейчас такой возможности да я и не хочу потому что я коплю себе на новый айфон как второй телефон вот что же касается бюджетного телефона то в принципе из тех телефонов которые были мне понравился samsung galaxy a 30 я посмотрел по цене меня все устраивало ну думаю значит действительно продам единство что мне нужно будет пару-тройку дней перебиться каким-то телефоном но к сожалению мне никто не смог его одолжить поэтому думаю ну ладно куплю значит ой продам и тут же поеду и куплю и вот сегодня ради интереса я решил зайти в м-видео посмотреть вообще это телефон подержать его в руках и хорошо что я зашел магазин и подержал его в руках так как телефон мне абсолютно не понравился действительно отпечаток пальца неудобен как говорили по интернету люди значит сам дизайн мне не очень нравится он очень легкий и в общем короче говоря ну не нравится мне ребята этот телефон не понравился пришел я домой перелопатил все что можно все видео посмотрел фотки что можно купить безрамочного желательно ну что-нибудь похожее на безрамочный через разные телефоны там то все пятое-десятое в общем ребята ничегошеньки я не нашел вернее не то что не нашел есть телефоны и сяоми и самсунги вот бюджетные ценовой категории но ребятам не абсолютно ничего не нравится дизайна этих телефонов абсолютно мне не нравится ну никак вот хоть ты тресни но не нравится мне эти телефоны в общем не знаю что делать короче были даже мысли такие купить такой же телефон как у меня только новый но он стоит сейчас ну вот этот я продаю а этот будет стоить ну там на полторы тысячи дороже опять покупать точно такой же почему я вообще его продаю а продаю его по причине того что там иногда заедает кнопка включения вернее даже не кнопка включения а вот нужно сделать скрин скрин телефона да зажимаешь кнопочку громкости включения ничего не происходит это меня начинало раздражать и сейчас он это мне раздражает и допустим когда сенсор отпечаток пальца если у тебя палец сырой не срабатывает то для того чтобы нажать вот эту кнопку она иногда немножечко заедает поэтому я его со скидкой продавал но сегодня посидев и подумав я понял что скорее всего наверное продавать его не буду а еще был критерий такой что в новом телефоне мне должен быть обязательно nfc что там была карта но вот посидев сегодня сейчас поразмыслив я понял что в принципе телефоны мне никакие не нравится этот телефон мне нравится но вот минус только вот эта кнопка я решил наверное я его оставлю до тех пор пока он ну совсем уже не придет в негодность все работает в принципе да но nfc нет это не страшно но с кнопочкой с это я как-то перетерплю так что если мужчина мне не напишут ближайшие тройку дней значит я наверное тогда продавать его не буду ну или пока повисит до тех пор пока я не найду то что мне нравится так что ребята вот так прежде чем что-то купить пойдите и посмотрите подержите в руках на фотографиях одно а в реальности совершенно купили ребята в беларуси о господи что же я говорю в беларуси у нас вот где на даче у нас есть магазин а там на уте я вам рассказывал мужчина продавал чайники белорусские вот купили вот такого белорусский чайничек и он вы знаете когда вот только ты его поставил он вот так вот очень сильно шумит и плюс мне не нравится что у него здесь две ручки как бы эта ручка тоже нагревается но вот зачем две ручки не знаю ну ладно но вот то что вот он так шумит мы конечно не знали ну мы пользуемся или вот таким чайником электрическим только на даче но у нас на даче электрический чайник сломался в городе использовать электрический чайник этому нецелесообразно потому что постоянно раньше когда был электрический чайник папа его постоянно включал каждые 20 минут он забывал что он включает чайник приходит а ему надо обязательно чтобы чайник был кипяток так что вот вот такой вот чайничек вы купили да и купили еще Но он правда грязный Здесь у нас каша еще Вот такой вот сотейничек Это все в Белоруссии мы купили Так что буду сейчас готовить себе завтрак Давно уже не брал в руки камеру Вот Сегодня мне приснился такой сон Представляете Вот что значит уже блогер Мне приснилось что я Снимал, снимал, снимал А потом когда пришел домой Увидел что у меня не вставлена карточка памяти Так что вот ладно Все будем готовить завтрак Ну вот это вот Это совсем мне кажется маленькая Это чуть больше вроде Зачем нам большую Ну это маленькая совсем мне кажется Мне кажется она маленькая А еще что то вот такой макарон Или что то куда она не влезет Ну нет вот тут Я говорю совсем маленькая А это что Не ну это Тефаль Нет Тефаль 2499 Крышки зелененькие А еще тут что есть у нас Что то опять предлагают Так короче нам предлагают купить вот такую сковороду Называется Еспрадо Вот говорят что типа хорошая Не знаю я сейчас почитаю отзывы в интернете Вот стоит она 2 299 Так что вот сейчас почитаем Если что возьмем Говоря взяли мы эту сковородку Я почитал отзывы Отзывы очень хорошие Нашел еще на Валберисе Подешевле Но решили здесь купить Так что вот Нужно взять 5 наименований товара В магазине нам сделают Скидку 30% Так что будет Домой Купили мы вот такую сковороду Называется она Эспрадо Good for looking Good for cooking Так Значит Литая 28 сантиметров Алюминий Значит Безопасно для человека Ну в общем Значит на газовой плите Можно на керамической На галогенной плите Электрической Индукционной И в посудомоечной машине Здесь у нас тоже что-то написано В общем Почитал я отзывы И соответственно Посмотрел Сковородка хорошая Мы хотели купить тайлер Но продавец Консультант сказал Что лучше взять вот эту Чуть подороже Но получше Единственное что нет крышки Сейчас мы посмотрим Вот крышечка Вот эта вот у нас подойдет Или нет Да Я думал что подойдет крышечка Оказалось что наша сковородка Я сейчас покажу Вот эта вот сковородка Старая Видите она какая Вроде бы так с виду одинаковая Ну ладно Крышечку потом можно купить Это не страшно Вот Так что вот такие вот дела Покупали кстати в домовом Попались К тому же кассиру Которая меня тогда выгнала В этот раз она вела себя Более Не говорила слышно Чего Вот И кстати я заметил Что теперь у них Выдают бесплатные Одноразовые маски Одноразовые С пакетиками сделаны Помните я тогда К ним приходила И я им сказал Вы обязаны Они сказали Ничего мы не должны Вот с моей подачей Видимо теперь Одноразовые маски И выдают Так что вот Все таки плюс От этого какой то есть Так что помоем Попробуем пожарить И посмотрим Как она себя поведет Ну я думаю что в принципе нормально Еще знаете Над какую купить сковороду Такую ребристую Для гриля Вот мне очень хочется Но я посмотрел Они ядренти очень дорогие Но потом со временем Купим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok